Вера Филипенко – мать девятерых детей. Еще недавно их домом был Донбасс. Но семье из-за начала спецоперации пришлось его покинуть. Теперь они граждане России и скоро справят новоселье в Самарской области. Не прийти на концерт «Своих не бросаем» Вера Филипенко просто не могла. И вы не представляете, как мы рады. Рады тому, что наконец-то нам станет все на свои места, так как мы хотели, как мы этого ждали. Мы очень рады, очень. Патриотическая акция «Своих не бросаем» собрала на площади славы около 10 тысяч человек самого разного возраста. Люди пребывали задолго до начала концерта. В эти несколько дней у нас творится история. Люди выбирают свою жизнь, голосуют также за нашу жизнь. Творится история. И я, как свидетель этой истории, должна быть здесь. А вторая причина – это, наверное, что сегодня все мы, самарцы, воссоединяемся, сплочаемся. И можем почувствовать, что мы не одни, мы все вместе, и мы тоже стоим за этих людей и с ними в душе. Сегодня на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей начался референдум по вхождению в состав России. Продлится он до 27 сентября. Этой акцией жители Самарской области вместе со всей Россией поддержали людей, которые хотят реализовать свое законное право на свободную и мирную жизнь в соответствии со всеми вековыми культурными и духовными традициями. Своих не бросаем. Это в сердце каждого самарца. Мы надеемся, что вот та решимость, которая сегодня есть на земле Донбасса, быть Россией, она будет поддержана по-настоящему всенародно. И там, и здесь, конечно же. И сегодня яркое свидетельство тому, что наших братьев и сестер мы ждем в своем родном доме в России, вот здесь, демонстрируют жители Самарской области. Со сцены звучали и эстрадные, и народные, и песни военных лет. В каждой из них пелось о России. ПЕСНЯ Еще несколько месяцев назад Самарская область взяла шефство над городом Снежное в Донецкой Народной Республике. Сегодня там работают самарские врачи и строители. Туда отправляются гуманитарные грузы. Светлана Тимофеева, Василий Колдашов. События.